сегодня у меня есть что вам сказать это самый быстрый челлендж который я когда-либо проходил и это 32 часа и 2000 звезд у нас уже имеется вы просто вдумайтесь в эти цифры 32 часа и 2000 звезд и всем привет ребят с вами старого не кейси и записываю новый ролик наконец-таки наступил тот самый день когда мы добиваем две тысячи звезд уже на третьем нашем аккаунтики и сегодня у меня есть что вам сказать это самый быстрый челлендж который я когда-либо проходил и это 32 часа и две тысячи звезд у нас уже имеется вы просто вдумайтесь в эти цифры 32 часа и две тысячи звезд это рекорды которые побиваются каждую неделю я могу даже сказать так но сегодня я набиваю его всего лишь за 32 часа это отличнейший результат как по мне это наш аккаунт да тот самый который я создал буквально четыре дня назад и за 32 часа мы набиваем данный челлендж для всех для всех тех ребят которые не верят что я реально это сделал сейчас я покажу вам рейтинг и вы сами во всем убедитесь вы видите мой аккаунт вы видите 4 воронто офицер вы видите мою у пешечку которая к слову была двойка двойка с нуля это достойный результат коэффициент больше единицы на четвертом воронти и всего лишь 31 кома 7 часа в игре это отличнейший результат как по мне я безумно доволен данным результатом ребят если честно но больше всего я доволен тем что я успел сделать данный челлендж потому что я думал что у меня не получится это все сделать я думал что мне не хватит времени потому что последнее время я очень мало уделял именно таки время игры у меня не было было много всяких каких-то своих дел не было времени углубиться в игру но надо было добить данные звезды и сегодня у нас последний день уже данного челленджа осталось буквально 10 часов до завершения его и мы будем сейчас получать последние две звезды которые нам будет необходимы дабы получить наш хорн это шафт это уникальнейший аккаунт который только и только начинает свое развитие я бы сказал бы так я думаю что данный аккаунт будет все чаще и чаще появляться у нас и на стримах и какие-то видосики у нас будет выходить по данному аккаунту потому что реально это этот аккаунт внес в меня какой-то новый новый челлендж даже чисто для себя новые какие-то эмоции которых у меня не было раньше потому что на шафте я не играл более трех лет я более трех лет не углублялся в данную пушку не интересовался ею не катал на ней вообще ничего с ней не делал и для меня это было как испытание как интерес вообще смогу ли я успеть потому что оставалось мало времени и набить челлендж за 32 часа как по мне это тот результат который я думаю что никто еще быстрее не делал это успех в какой-то степени по скорости да и по-другому как бы у меня и быть не могло потому что времени реально оставалось мало и нужно было все это сделать довольно таки быстро да я могу сказать то что где-то четверть данных звезд мне помогли также ребятки мои набить тёмик советисом каких-то каточках мы сумели грубо говоря где-то 100 звезд получать за условные говоря полтора часа то есть грубо говоря мы получали каждую минуту по одной звезде это было где-то но вот четверть от этих звезд все же остальное я набил сам да в какой-то степени мне не везло даже я бы сказал были катки там где приходилось реально потеть и единственный момент который я могу сказать как плюсом это то что шафт реально так оказалось пушка которая нагибала как я не знаю что условно говоря даже если я бы набивал данные звезды там на каких-нибудь граммах или там на не знаю там рельса может джига какая-нибудь даже то шафт меня порадовал даже был даже больше чем любая другая пушка это реально было круто это быстро это было эффективно я купил все что мне было надо я купил устройство я купил максимальную прокачку купил комплект и это были настолько простые звезды как по мне да даже с тем условием то что меня бросало и к большим званием это что где-то что-то не получалось но это было реально круто мне понравилось набивать данные две тысячи звезд и я считаю что для себя я свой определенный челлендж прошел и ах да я забыл совсем сказать конечно же в этом ролике мы разыгрываем боевой пропуск и все что вам нужно сделать чтобы поучаствовать в розыгрыше на боевой пропуск вам надо просто поставить лайк данному видеоролику подписаться на канал и оставить в комментарии свой никнейм и как только на данном ролике наберется 300 лайков мы разыграем боевой пропуск понятное дело что сейчас у нас данный челлендж уже заканчивается и мы уже будем плавно переходить к следующему челленджу и возможно кто-то из вас выиграет его и соответственно получит данный именно таки уже боевой пропуск на следующий челлендж ну а тем временем мы получаем 2000 звезд у нас в гараже появляется наш скинчик хорнета шафта и я реально доволен тем что у нас все это дело конечно же получилось его мы конечно же прямо таки сейчас одеваем и вот он наконец-таки на четвертом воронто офицере у нас появляется данный скин на данном уникальнейшем аккаунте я думаю что это достойно лайка как по мне и все те ребята которые верили которые поддерживали меня которые говорили что у тебя все получится мы с тобой я безумно вам благодарен то что реально вы меня мотивировали каким-то образом именно таки набивать данные звезды у нас все вместе с вами получилось и теперь у нас есть еще один уникальнейший аккаунтик который будет радовать теперь вас на стримах уже именно таки уникальным скином всего лишь на четвертом воронто офицере я думаю что данный аккаунт быстро пойдет по званочке вперед но сейчас это безумно круто для меня то что у нас все это дело вместе с вами получилось давайте сыграем вот такую ткаточку я думаю что мы уже плавненько перейдем уже с разговорного ролика к интересной игровой части его и давайте быстренько попробуем выиграть данную катку нас закинуло на мосты цп уже одну точечку мы к слову отхватили давайте попробуем сейчас занять какую-то определенную позицию с которой мы сможем уже больше нагибать противника здесь уже риса какая-то нам попадается хотел я здесь немножко схитрить сбить ей но не получилось давайте сведемся не успеваю нанести урон здесь мне тоже прилетает неплохая такая плюха уходим на респ давайте попробуем сразу от респа в правый нет в правый фланг не будем стрелять давайте вот сюда сведемся по левому танку снайперском режиме быстро 2000 урона выдаем здесь можно добивать ну и конечно же выдвигаемся на точку ценам надо обязательно захватывать ее дабы наша команда продолжала выигрывать пока мы ведем 40 как по мне это уже неплохой результат для начала данной катки но надо немножко поувереннее захватывать точки потому что противник явно не будет останавливаться на достигнутом уже б точечку они под свой контроль берут я думаю что даже можно сейчас прямо таки нажимать броньку подъезжать к точке б сейчас прожимать не тру дабы full расходка у нас была именно таких подъезду к данной б точке и сейчас мы уже прожимаем д дешечку грамотно просто правильно прожимая расходочку мы имеем full расходник к приезду именно таких точки и тому моменту когда именно таки надо наносить урон поэтому ребят когда вы респуетесь и думаете блин что же мне делать какую правильно расходку включить если же вы играете например вот в режиме как я control point именно таки контроль точек то есть такой момент когда вы респуетесь вы едете например на захват точки вы можете нажать сначала броньку либо сначала нажать не true но но желательно нажимать именно таки всю расходку начиная с дашки потом переходя на не тру потому что нетра дает быстрый именно таки сброс кулдауна д дашки после чего вы уже включаете dd и остаетесь на full расходки по приезду как на точку как у меня сейчас все это дело получилось 3 1 мы уже проигрываем слову давайте сведемся по данному диктатору возможно получится у нас все это дело сделать или же я смазал не знаю не не понял что у нас тут произошло да и ашку прожимаем забираем я думаю сейчас быстренько центральную точечку по правому флангу что у нас тут два-три танка имеется давайте быстро по нему по ним тоже посводимся постреляем первое место у меня в данной каточке уже имеется я вижу диктатора который хочет подняться на б точку давайте попробуем быстренько свестись конечно же не будем сейчас наводить прицел на него будем наводить прицел как будто мы нубики и будем типа сводиться в плакатик дабы не травмировать его психику и чтобы он не не понял что вообще происходит потому что если бы я был лазером навелся бы на него то возможно он бы начал двигаться как-то нестандартно и я бы не успел бы потом свестись в него и выстрелить этот целый баллон это для всех тех игроков которые играют на шафтах и если у вас есть шанс не показывать свою пушку то желательно до последнего вы не нацеливайтесь на танка больше выиграете времени для того чтобы потом безнаказанно и быстро слить противника и он даже бы не понял что с ним произошло как я сделал это сейчас по правому в клангу у нас сейчас атакует два танка даже 3-4 танка респуется не знаю что мы сейчас будем здесь делать я уже ухожу на респ и желательно наверное мне сейчас сместиться в правую зону потому что уже я вижу что два корпуса едет едут забирать именно таки точку первого я пропускаю во второго конечно же свожусь 4000 урона выдаю по диктатору пока у нас шафтик пытается перевести прицел на меня давайте попробуем ему сбить дабы он не попал я так понял что мы ему сбиваем здесь можно просто таким вот шотом без сводочки добить его и видим еще диктатора рельсу который уже по мосту двигается я думаю что нам надо сейчас немножечко тут отъехать потому что дико громчик то уже поднимается но сейчас попробовать можно свестись пока рельса на кулдауне быстро и и мы уносим у меня уже к слову прогорает д дэшка есть овердрайв который следует сейчас прямо таки раздать здесь на мосту тем самым поставив две мины и когда противник будет ехать по данному мосту он уже возможно таки подорвется ну и плюс ко всему этому конечно же раздал я данный овердрайв тиммейту своему вот сейчас сработала наша миночка довольно таки грамотно она была значит поставлена как по мне сейчас три танка пытаются забрать у меня точку б давайте попробуем выиграть время для своей команды забираем одного но на большее меня не хватает три противника меня быстро здесь забирают две минуты у нас остается до конца данного боя дела и мягко говоря совсем плохо сейчас у нас идут в данной каточке полторашечка остается давайте попробуем наверное выдвинуться все-таки на точку б потому что я понимаю что наша команда на нее вообще не едет и постоянно данная точка уходит под контроль именно таки противнику давайте попробуем сейчас поехать сразу же туда дэшку от респа как всегда мы вместе с вами как обсудили так мы ее и прожимаем дэшка есть нитра теперь и сейчас быстренько у нас еще дэшечка от респица и мы подключим уже фул расходочку по правому флангу сейчас от меня никто там не едет это очень таки хорошо мы быстро сможем даже свестись по данной викинга с маке уходит она на респ довольно таки безнаказанно все это дело у меня получается при том всем раскладе что мы уже контролим сейчас две точки быстренько бы мне по центру еще бы покидать дабы точку бы не потерять но три целых противника здесь стояло я получил большое количество урона не получилось больше ничего сделать опять ушел на респ и опять меня не радует моя команда как и в прошлом видеоролике что-то мне не везет ребят я вам скажу так но мы не отчаиваемся 40 секунд у нас еще остается это все-таки формат control points в котором надо играть до конца до последней секунды ведь может все очень быстро поменяться если мы например сейчас заберем три точечки давайте быстро б забираем б 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 под мой контроль уходят c там не захватили ребята центральную отхватывают 20 секунд до конца катки остается есть ли шанс у нас еще выиграть данную каточку 15 секунд здесь я тоже подрываюсь на минке но c точку так и никто из наших ребят не забрал а точка уходит под контроль противника и здесь уже даже мою б точку начинают захватывать и тем самым можно констратировать поражение данной каточки но для меня она сложилась конечно же удачно что-то получилось что-то не получилось но как по мне в таких катках бывает что не совсем я могу исправить всю эту ситуацию а за большие побольше именно такие части бывает что команд с команда не везет и приходится вот такие вот каточки проигрывать вот такой вот видеоролик у нас сегодня получился если вы еще ребят не поставили лайкосик на него то обязательно поставьте его прямо таки сейчас оформите подписочку на канал если вы еще вдруг не подписаны также ребят не забывайте нажимать на колокольчик дабы не пропускать новые ролики но с вами был мистер ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока друзья удачи